Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас эрекция на ПВЗ Дичь, второй раунд чемпионата ПВЗ Дичьи. Я этот чемпионат не могу пропустить, потому что тут сражается тот, за кого я болею, это команда Ледянова. Погнали! ПВЗ Дичь, привет! В следующей неделе будет только одно. Прежде чем начать, хотел бы также обратиться. Пришлось менять планы, чемпионат будет выходить по субботам, и именно поэтому на этой неделе два видео, посвященных турниру. На следующей неделе будет только одно. Прежде чем начать, хотел бы также обратить ваше внимание на то, что это не чемпионат по семействам. Команды называются по имени Горохострела, который в составе команды. То есть, если команда Теневого Горохострела, то это не значит, что все растения должны быть Теневого семейства, например, как Драконий Зев. Все команды были собраны по другим принципам. Ну да, в Телегаме. Ресурсы человека, который делает не эти крутые превьюшки для видео. Ну а теперь можете поставить лайк авансом, жмякнуть колокольчик, и мы начинаем второе сражение второго чемпионата ПВЗ Дичь. Что это? Это было лирическое отступление, а теперь к текущей сетке турнира. В первом бою Теневые разгромили команду Первопытного. Сегодня у нас команда Стручка против нашумевшей команды Ледяного Горохострела. Ну да, погнали! Первый раунд стартует, и я сразу же поясню, почему команда Ледяного нашумевшая. Дело в том, что когда формировались команды, в Телеге была жаркая дискуссия. Стоит ли менять волю жребия и развести ледяного горошка и светильник Джека. Ну и что-то мне кажется, что вот эта команда очень легко справится с этим. Многие писали, что эти два растения будут друг другу мешать, но мы можем видеть, что по крайней мере в первом раунде они отлично сработали. Ну да. Тут стоит добавить еще тот факт, что индейки будут задерживать зомби, и таким образом Ледяной Горохострел успеет как следует поморозить зомби до того, как их оттает Джек. Ну да. Впрочем, по-моему, все отлично в этой команде. Ну да. Впрочем, и у второй, которая тоже без проблем справляется с первым раундом. Ну это быстрее справилось. Сем-то 3 балла. Такс. Ну а что же в случае с зомби попрощнее? О! Ну вот что-то мне кажется, и в этих доставят. Так, давай, стреляй. Стреляй Ледышкой. Молодец. Ну да. На! Блин! Ледышка в пусы ушла. И это неминуемо приведет к поражению. Не спасет даже Стручок, имеющий 3 ствола. Кстати, о нем. Считаю, что именно 3 ствола наиболее справедливый вариант. В таком случае, по цене команда не выбивается из общего ряда. В свое время Стручок имеет больше стволов, чем какой-либо из других горохострелов. Кроме с иранхомета и 3 стрелок. Ну да. Раунд завершается со счетом 3-0 в пользу Ледяных. Ага. Обычно, когда кто-то не справляется в броне зомби, то это почти всегда означает, что роботы их тоже одолеют. Ага, но не... Но не сегодня. И курица. И ледяной. Ну да. До свидания. Не, ну я за эту команду болею. Короче, снова 3-0. Отрыв уже составляет 6 очков. А ведь позади только 3 раунда. Ну да. Благо, в следующем испытании не будет танков. Будут, наоборот, очень хрупкие зомби в преклонном возрасте, которым не сидится на пенсии, и они слоняются в поисках приключения на свою лучшую хрустную коробку. Обе их команды почти не возникают сложности с этим престарелым трио. Только последний дед почти успел выстрелить черепом, но почти не считается. И он хорошо сопротивлялся с горохом по физиономии. Обе команды берут 3 балла. Ну, пока 3-6, мальчик. Хотел было сказать, что снова будет раунд без особо прочных зомби, но нет. Тут у нас цирковой имп в шлеме, а это достаточно легкий датышка. Впрочем, светильнику Джеку на это, конечно же, плевать. Он разом спалил кимбор вместе с его шлемом. Использовать пустую пламя против дракончика ему даже не пришлось, потому что он перезаряжался, а его товарищи и сами справились. Причем и с мини-дети заодно тоже разобрались. В то время как у стручковых беда, циркач уже принялся за зева. Есть надежда, что при таком интенсивном обстреле он не успеет. Он успел. Хоть и сразу же после этого... Эх. Минус 1 балл. 2. Короче, верхняя команда отделалась малой кровью, но все же отрыв вырос еще на 1 балл. Следом один из самых опасных раундов. О! О! В прошлом видео я задумался, кто-нибудь справится с этим испытанием. О, кстати, обновили. Ответ мы получили достаточно быстро. Команда со светильником Джеком легко одерживает верх над этими огнеопасными врагами. Причем их же оружие. Ну, а наверху уже привычное... Ну, еще и ледяной га-растрел обезвредил. Стручок изо всех сил пытался отстоять хотя бы 1 балл, даже оттяпал руку Хакира, но на этом его успехи закончили. Снова 0 баллов, в то время как ледяная команда вообще не потеряла... Смотри, не кажется, изменился интерфейс. Пока что у нас снова разгром. Такс. Раунд зомби, который отбивает большинство... Ой! Что-то не кажется? Оттуда на дно гороха сразу 2 растения, которые являются противоядием против таких зомби. Конечно же, речь о том же Джеке, да еще и индейка пульта в придачу. У растений сверху тоже есть одно, но усилий Зевы не хватает. Ну да. Не, ну это никак же будет чистый разгром. Не, ну это не кажется, будет чистый разгром. Снова 3-0. Кто-нибудь вообще может остановить этих маньяков по главе с Джеком? Хе-хе-хе. В следующем раунде мне пришлось разъединить команды, потому что Макс постоянно норовил превратить в овечку растения с чужой команды. Что ж, сначала... Да ладно. Благодаря наличию Зева на передовой, Снежки Охотника лентят до никуда. Он защищает свой арсенал, и после превращения Дева в овечку у него не хватило снежков, чтобы превратить капусту в ледышку. Так, осталось 2 растения. Но недолго музыка играла катапульту, в итоге все равно превратили в овец. Вряд ли один стручок справится с двумя оставшимися зомби. Хотя обстрел ледято уже достаточно долго, но этого хватило лишь на уничтожение октозомби. А Мак выбил все 3, превратив все 3 растения в овец. Да, 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 давай уничтожай, уничтожай. Или это будет первое поражение команды сегодня? Нет. Имба команда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это опасно. А-ха-ха! А, все. А, все. Подходит ледяной грохострел, который тушит им динамит. Короче, снова нижняя команда демонстрирует, насколько она разноплановая. Огонь здесь со льдом просто имбовый тандем. На верх я уже даже и не смотрю так, без комментариев. 9 побед подряд у нижней команды и счет какой-то просто катастрофический. Действительно. Ой, ну тут, мне кажется, это первое поражение. Ага, кикушки. Ну да. Ну это, ну это, первое поражение. Ну и... Дискозомби не настолько быстры, как курицы. И Зев начнет их атаковать без какого-либо вправедления. Вопрос лишь в том, хватит ли ему силы атаки, чтобы успеть убить литая грохотенков, пока они в зоне его досягаемости. Ну вроде... Работы не происходят очень медленно, поэтому давайте ближе к делу. А дело вот в чем. Дискозомби были изрядно потрепаны на... Но все-таки проехали. Ну тут нету что-то дополнительного растения. Ну а тут точно так. Естественно, команда ледяного тоже. Тут что курицы, что дискозомби, оружие для соседних линий в команде. Просто нет. Второй подряд раунд с потерей очков. И судя по следующему раунду, есть все шансы, чтобы обе команды в третий раз подряд синхронно капитулировали. Если, конечно, не успеют быстро убить фокусника. К сожалению для Стручка, в его команде нет растений, способных достать иллюзионистов. Пока! Вообще, ближе всего, мне кажется, был теневой гроссопрел. Но даже ему не удалось настоять прошить данный дуэт зомби. Сегодняшние команды имеют куда меньше шансов сделать это в телепортации. Ну да, посмотрим. Ледяные, конечно, постараются, однако Джек не достанет зомби. А горох и индейка недостаточно сильны, чтобы успеть убить клоуна. Так и вот перенесет фокусник на другую линию. Причем на... Короче, снова по баранке обеим командам. Три... Ну все равно... Смотрим, что будет в раунде с пиратскими капитанами. Самый опасный момент здесь, это начало, когда все три птицы в строю. Зебуха замедляет, но все равно нет ощущения, что растений у нас успеет уничтожить. Ну, парочку уничтожили. Вроде бы летят. И все же одно растение уже ликвидировано. Пока пираток идут с пустыми шляпами, команда их активно обстреливает. В этом раунде еще ничего не потеряно. Ну, кроме Зева. И мы видим, что попугай-то остался всего один. Ну да. От него можно попытаться отбиться и без Зева. Да, действительно, птица была убита. И с капитаном-то стручок уж точно разберется. Наконец-то, что какие-то очки набрала эта команда. А здесь вопрос лишь в том, достанет ли стеллющиеся по земле пламя джета попугаев в воздухе. Я еще не успел договорить, что остается. Без попугаев пираты вообще не представляют опасности даже в своих слабых командах. Засуха прервана, команда леденолога расстрела... Тридцать! Быки! Это самый большой отрыв за все время проведения турниров на канале. Просто какое-то тотальное уничтожение. С быками, я думаю, справятся обе команды. У ледяных тут очень, кстати, индика пульта. Она тоже провоцирует быка, а дальше расстрелять импа и скотину будет проще... Ту! Да-да-да. А тот чертик сверху, который успел катапультироваться, он тоже был легко уничтожен. Он с тручком. Все, до свидания. Впервые с четвертого раунда обе команды получают по три балла. Хе-хе-хе. Гаргантюа. Так уж получилось, что исход сражения был ясен давным-давно. И эта битва с Гаргантюа ничего не решает. Но все равно, что... То, тем более, одна индика пульта может уничтожить его. Если честно, смотреть мы будем только за верхней бандой. Потому что, если вы внимательно смотрели видео на моем канале, то знайте, что даже одна индика пульта способна убить Гаргантюа за счет постоянной бомбардировки индейками. Вот он так еще ничего сделать не успел. Гаргантюа, пока я болтал, уже приблизился к Зеву. И бедному дракончику опять... До свидания. Ну, а надо сказать, что Гаргантюа уже известно покалечили. Выбросил имба. А это не льдино... ...пыстро отправляется вслед за Зеву, и у Стручка в одиночку не так уж и много шансов. Недолага, Стручок упрямился, но не справился. Эх. Ха. А то мог бы я хотя бы один балл сэкономить. В итоге, конечный счет сражения какой-то даже не смешной. Ага. Смотрим сетку турниров. Две очень слабых команды покидают турнир. Примечательно, что голосование в телеге показало, что именно будущие две команды вы считаете самыми слабыми. Короче, подписота у меня явно шарит. Ха. А в следующем сражении сойдутся команды Перестрела и Разбойного Горохострела. Видео выйдет в следующую субботу. А вы пока делаете башню. Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Ну. Ну, что-то мне кажется, что... Ну, с обороной тыла, думаю, у них не команды нету проблем. Я не знаю, кто выиграет. Будем смотреть.